Встреча с ЗАТИ 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 Восстание войны в глазах человечества. Я думаю, наверное, так. Сегодня мы рады приветствовать нашего многоуважаемого докладчика, кандидата исторических наук Александра Александровича Синицына, с докладом, пугающее название которого брежет, так сказать, в этом сумрачном свете проектора за его спиной. И напомню, что формат нашего семинара обычно предполагает выступление докладчика, некую рефлексию, не в процессе этого доклада, в процессе доклада мы слушаем. А потом мы, соответственно, рефлексируем по этому поводу и задаем вопросы. Продолжительность выступления обычно четко не лимитируется, потому что доклады бывают разные и содержание их очень сильно разнится, поэтому мы оставляем этот параметр всецелого рассмотрения докладчика. Но уже вопросы будем, конечно, регулировать, потому что иногда бывает, что они выходят за рамки. Всех пределов разумно. Прошу вас. Благодарю. Спасибо. Благодарю, коллеги. Действительно, война – это часть жизни, которая больше ее часть. И я буду говорить в стенах гуманитарной, христианской, русской и так далее. Не о русских, не о гуманитарных, хотя о гуманитарных, безусловно, но не о христианских, это точно. В вещах говорить, но смысл будет, конечно, иного. Тема моего выступления – «Эномай и скифские хайроматроны». И под заголовок я определил так – об упоминании в классической драме одного экстравагантного варварского обычая. Я буду говорить, извините, сидя, но чтобы щелкать по клавишам. И мы договорились, что по ходу не задают вопрос. Я благодарю организаторов этих открытых научных встреч за приглашение прочитать доклад в ГРХГА, с которым я уже знаком по Платоновским конференциям и не только. Благодарю лично профессора Романа Викторовича Светлова, который пригласил меня на эту встречу, вдохновителя и организатора нашего коллегу Александра Алексеевича. Александр Алексеевич, общая тема этих семинаров – «Человек воюющий». В своем выступлении я буду говорить о воюющем народе – скифах, об одном скифском воинском обычае, который нашел отражение в сохранившихся источниках. С этой темы, с 2006 по 2013 год, неоднократно мне приходилось выступать в разных научных собраниях, в российских университетах, на конференциях. Итогом стали ряд публикаций, в которых отражены различные аспекты этой темы. И нынче я попытался обобщить и как-то целостно представить этот материал. Начну структурно с скифов и хайромактронов, а уже в конце вернусь к первой части этого названия – к «Энома». Итак, вековые контакты греков-эгериды с варварами северо-восточной окраины Айкумены бесспорно оказали влияние на акторов этих отношений. Влияние это было взаимным и значительным. Многие элементы инородных культур были восприняты греческой культурой, что проявилось в искусстве, в языке эллинов, нашло отражение в их литературе и иконографии. Примеров таких рецепций множество. Большинство из них исследованы, но все же некоторые остаются проблемными и требуют дополнительного обсуждения. В своем докладе я остановлюсь на исключительном и весьма показательном упоминании в классической афинской трагедии такого экстравагантного феномена варварской культуры, как скифские ручники скальпа – хайромактрона. Сначала сделаю небольшое вступление. Начну с того, что в новое время в Европе о практике скальпирования стало известно с открытием Америки. О скальпировании у народов Америки и Евразии имеется потрясающая монография Джузеппе Федеричи, английская, 1906 года, уже сто с лишним лет. Наверное, в других языках и не переплюнули эту работу. Она стала классической. За последние десятилетия появилось немало исследований по этой теме, буквально за 90-е нулевые годы, в первую очередь англоязычные. Но есть на немецком, одна на французском. В 2001 году была опубликована докторская диссертация Медниковой по трепанациям в различных культурах Евразии. Отдельный раздел в этой диссертации посвящен специально оскорпированию. Ну и ряд статей Медниковой, Перервы и многих других авторов, которых я назову. Итак, да, и в этой диссертации Медниковой, оговорюсь, рассматривается практика скальпирования, начиная с эпохи бронзы вплоть до 20-х годов. Начало 20-х годов, 20-го века, она приводит пример использования скальпирования в Сибири. Были оскальпированы несколько красных. Гражданская война 22-го, если не ошибаюсь, год. Были оскальпированы несколько красных. Но здесь я замечу, что вряд ли это связано с обычаем. Это указывает на жестокость, зловещую расправу, так сказать, в этой братоубийственной войне. Но, конечно, не является традицией, обычаем. Но вместе с тем, вот один из таких показательных примеров. Этот жестокий обычай, существовавший у некоторых времен североамериканского континента, замечая, у некоторых, но далеко не у всех, как обычно принято считать, произвел сильное впечатление на первых колонистов из Испании, Англии и Франции. Можно предположить, как были потрясены жители цивилизованной Европы рассказами об этих диких нравах аборигенов нового света. Известно также, что позднее в Америке сами же пришельцы, англичане и французы, носители европейской культуры, побуждали индейцев к распространению практики скальпирования, оплачивая добытые у врагов такого рода трофеи. Появились охотники за скальпами, подстрекаемые цивилизованными конкистаторами, цивилизованными, опять же, за кавычки. В качестве классического примера романы Фенемора Купера. Потрясающее чтиво аботвайки, героики, благородстве. В ряде романов мы встречаем этот обычай, как такой рядовой совершенно. Последние годы с сыном перечитывали эти романы, и я удивлялся, насколько автор из первой четверти XIX века говорит об этом обычай столетия или полтора столетия спустя. Те эпизоды, которые он описывает, запросто, без наводящих ужасов. Есть примеры и фотосвидетельств. Их масса в интернет я взял для образца парочку. И так вот. Вот перед вами снимок конца XIX века. Крымный индейец, на плече у которого украшение из скальпа. Он с орым будет видно, да? Вот я показываю. Украшение из скальпа, декоративное украшение. Практика скальпирования давно запрещена. Но этот элемент, как знак отличия и символ воинский, присутствует. Или еще один пример, тоже конца 1890-х годов. Это пример практики скальпирования. Здесь изображен взрослый человек, у которого в детском возрасте был срезан скальп. Указан автор этой фотографии, указано имя самого героя, так скажем, да? И указан тот парень, индейец, который снял с него скальп. Мы можем заметить, вот при увеличении, оставшиеся шрамы здесь на голове. Скальп был снят с живого человека. Ну, примеры в таких массах. И, еще раз говорю, фотографии тоже предостаточно. Замечу, что в известном фильме Эдварда Цитра Цвика «Легенды осени» Это событие первой четверти XX века. Потрясающий фильм. Эпос, американский эпос. Герой Брэда Питта, молодой американец, совсем не идеец, потомок американских сбоевателей, в Первой мировой войне также снимает скальп с поверженных им немцев, воскрешая обычай предков. Но в начале было слово. Итак, первые полтора-два столетия европейцы, шокированные этим культурным феноменом аборигенов, не могли подобрать должного термина для описания явления. Слово «скальп» стало употребляться, по-видимому, с начала XVIII века, как считают специалисты. На это указывает Герия. Предречие всех, следующее за ним. И со временем оно закрепилось во всех европейских языках. Слова, обозначающие практику, сам акт скальпирования, имеют один корень. Ряд из них я зачитаю, так укажу на слайд. «Скальпинг» в английском языке, «скальпиром», «скальп» в немецком. Во французском «скальпе», «скальпе», «скальпе» в итальянском, «эскальпа» в испанском. Оба слова являются глаголами и существительными в этих языках. Также в скандинавских языках, в шведском, датском, равно и в русском. «Скальпировать» и «скальп» однокоренные слова. Во всех этих языках слова одного корня и происхождения. От латинского глагола «скальпо скальпера» – «скаблить», «скрести», «царапать», «соскребать». Эти слова во всех языках обозначают операцию удаления части кожи вместе с волосами с головы живого или мертвого человека. И сам кусок этой кожи с волосами, снятый с головы человека операционным путем. Еще раз подчеркну, что сначала европейские завоеватели нового света не имели в своих языках точных слов для описания этого варварского обычая, как и самого трофея. Подчеркну, что с открытием Америки, когда скальпирование вновь стало известно в Старом Свете, эти новые термины вошли в европейский лексикон для определения одного из самых древних воинских обычаев, существовавших у многих народов Евразии. Итак, вернемся в древность. «Благодаря археологическим находкам последних десятилетий, сделанным в разных частях Евразийского континента, современная наука располагает значительными сведениями о практике скальпирования в Европе и Азии у разных племен, народов, начиная с эпохи неолита до Средневековья». То есть, насколько мы можем фиксировать благодаря археологии, насколько глубоко. Как известно, этот обычай был распространен на огромной территории от Восточной Европы до Сибири. Я взял карту из монографии Скифы 2004 года, библиотеки Инка отснял. И этой карты, так сказать, для той практики, о которой мы говорим, не хватает. Нужно еще было, так сказать, сюда вот дополнить, туда дальше, до окончания Европы. Вот на всей этой огромной бразильской территории, с юга от Монголии и Китая до скандинавских областей на севере, с запада от Германии вплоть до, опять же, Монголии здесь и рубежей Китая, фиксируются находки с элементами черепов, с явным надрезом, о чем говорят специалисты-антропологи. Как известно, этот обычай был распространен и у скифских племен, растелявшихся на огромной территории от Восточной Европы до Сибири. Нарративные источники, предметы изобразительного искусства и археологический материал сообщают о практике скальпирования у скифов, о снятии с убитых врагов скальпов, изготовлении и использовании скифами-воинами различных предметов из добытых скальпов и человеческой кожи. Такого рода военные трофеи, головы, черепа, скальпы, челюсти, кожа, обычно с правой руки, чаще с правой руки и прочие детали, члены, считались у древних своеобразными воинскими знаками отличия и являлись убранством их одежды, одежды степных джигитов, или деталями украшения сбруи, седельных и нагрудных подвесок, их скаковых лошадей. О традиции подвешивать головы, руки и другие части тела существует специальная большая работа американской исследовательницы Эльфриды Хнауэр. Называется она о варварском обычае подвешивания отрубленных голов противника к шее коня. Благодаря Валерии Павловичу экономить здесь присутствующему. У меня есть и английский вариант, но есть и русский вариант этой работы. Эльфриды Хнауэр 2001 года. Огромная исследовательская статья с примерами из искусства, нарратива, данных археологии о подвешивании голов к сбруи коня. Я продемонстрирую несколько такого рода картинок. Сейчас, извините, я еще не очень довладею. Этой презентацией. Здесь мы видим внизу джигита на коне, Кавказ, Некрополь VIII-VII веков и к уздечке этого парня. С кнутом, с колчан со стрелами, с кокун. И вот здесь, без кокуна, приделана голова. Еще раз указываю, голова. И листка противника. Обычно указывают голова. В немецких, английских изданиях и Рената Ролли, и многие-многие другие авторы указывают, что это голова противника. Ну вот, значит, волосы. Тут как бы отмечена замечательная такая прорисовка с этого памятника VIII-VII веков. Далее. Вот потрясающая картинка. Слева. Воин в доспехах держит в руке голову врага. Это уже сарманская фибула, бронза, золото. Следующая картинка. Пролистали. Вверху. Кельтская фибула, бронза, найдена в Испании, относится к IV-II векам до новой эры. Внизу. Потрясающе, да, как бы пример. Ну, у Кнауэр собрано огромное количество таких вот, такого рода памятников. Десятки огромных. Десятки. Десятки. До сотни. Внизу кельтский щит с изображением голов. Относят к V-IV векам до новой эры. Вот такие, как бы, символические трофеи. Да? Далее. Справа. Справа мы видим вот фракийский всадник с отрубленной головой врага. Вон. Нечетко. Да, вон она головой. Вон он тащит голову. Болгария. Серебро, позолото. V-IV века до новой эры. Подвески конской сбруи в виде декоративных мужских голов. Ну, здесь это взято из монографии Сергея Руденко. Значит, взято из монографии Сергея Руденко, копавшего второй пазырекский курган, знаменитейший. Это целый отдел в Эрмитаже с массой находок, нескольких залов. Руденко относил к V веку. Но сейчас относит ко второму, а то иногда и к рубежу эры. Первый до, первый, но. В этот раз, когда нас Олег Шаров вводил, он говорил, а однозначно первый век, новый эры. Ну, то есть, факт, что вот она, так сказать, один из элементов упряжи конской, и по этой упряжи такие декоративные бошки. Ну, явно мужские головы, да, то есть, как бы заменяющие реальные головы. Такая символика. Ну, вот здесь я жалею сейчас, что не взял еще одну картинку, только сегодня осваивал эту технику презентации. Была одна картинка с точно такими же головками, значит, пазырек. Пазырек — это алтай. А есть головки, типичные головки, найденные в Майкопе. Среди нас есть один из, так сказать, майкопских представителей. В Майкопе, да, майкопская культура. Собственно, в Майкопе в самом вот типичные такие же вот головки, подвески. Заменяющие, как бы, далее. Всадники с головами. Тут ряд примеров. Памятники разных эпох и культур. Ну, я просто пролистал. Посмотрите, да, вот этот парень, значит, на скакуне. Вот этот вот жигит с такой пикой и на пике голова противника. Кстати, помните в фильме с этим, как бы, Фондориным? Турецкий гамбит, когда, да? К скакуну привязана голова русского солдата. И вот это подвески, так сказать, Фондорина ужасается. Ну, и вот один из самых поздних примеров, которые отыскал Эльфрида Кнауэр, это фотография, опубликованная в 84-м году, события в Греции, где-то между 44-м и 49-м годом. Псадник, полицейский, полисмен, значит, и к его лошади, ну, только к седлу приделана голова. Реально, у живого человека это никакой не муляж, да, это же, так сказать, не заменитель, не декоративная штучка. Ну, я так полагаю, что это обычай, не имеющий каких-то этнических принадлежностей, да? И я попытался показать, вот опираясь на Кнауэр и другие материалы, что распространение этого обычая было колоссальным. О практике скальпирования врагов, широко распространенной у варваров, Эльфрины наверняка знали со времен своих первых столкновений с нецивилизованными народами, жившими севернее Галлады. И припантийские колонисты знали о невероятно не только понаслышке. Мы можем предположить, что многие из них стали жертвами воинственных соседей, да, так сказать, народовоюющих. И скальпами этих несчастных степняки-кочевники красовались, как трофеями, добытыми в результате частых межкультурных контактов с пришельцами из далекой Греции. Отношения причерноморских эллинов с различными варварскими племенами были тесными и обыкновенно недобрыми. Юрий Алексеевич Виноградов, наш коллега из Петербурга, Института современной культуры, Так представляют вот эти межкультурные контакты в книге, изданные, так сказать, нашими друзьями. Цитирую. Во время греческой колонизации в северного берега Черного моря, в степях региона, господство лески. Эти воинственные кочевники представляли для переселенцев немалую опасность. Их отряды могли стремительно налететь из степей, разграбить поселения земледельцев и также стремительно исчезнуть в бескрайних степных пространствах. Цитирую. И после удачных набегов лихие воины-всадники возвращались с добычки, в которой особую ценность представляли захваченные головы и скальпы. Чаще практиковались скальпы, поскольку куски срезанной кожи удобнее переносить в качестве доказательств отваги и силы. Геродот свеет историю. Четвертая книга, 64-66. О скифской практике отрубать голову у убитых врагов, которые скифы забирали с собой, чтобы предъявлять их своему царю. Эти трофеи обеспечивали воинам долю при дележе общей добычи и почетное место на общем перу мужчин племени. Цитирую. Раз в год, пишет историк, у скифов каждый правитель в своем округе приготовляет сосуд для смешения вина. Из этого сосуда пьют только те, кто убил врага. Те же, кому не довелось еще убить врага, не могут пить вина из этого сосуда, а должны сидеть в стороне, как опозорник. Для скифов это постыднее всего. «Напротив, всем тем, кто умертвил много врагов, подносит по два кубка, и те выпивают их разом». Конец цитата. Это свидетельство античного историка говорит о том, что обряд скальпирования был связан в одном из аспектов. С обрядом инициации. Допускался в круг мужей джигитов. Тот, кто сам уже стал мужем, пустив кровь врага. Варварский обычай обезглавливания и скальпирования побежденных врагов, несомненно, шокировал цивилизованных поселенцев. Порождал слухи о свирепости их соседей скифов. Такого рода истории о степных намадах греческие купцы и путешественники привозили из колонии Северного Причерноморья в малайзийские и балканские полисы, чтобы насыть интерес соотечественников рассказами о варварских диковинах. В эринской среде задолго до появления здесь вживу самих скифов, это относит в Афинах к 70-м годам 5-го века, задолго до появления здесь самих скифов создавались легенды об их дикости и необузданности. Здесь сложился ксеномиф об их кровожадной жестокости. Итак, снова к слову. Примечательно, что древние греки связывали практику скальпирования с конкретным этносом, а именно со скифом. В древнегреческом языке на это указывают слова с корнем скютаха. О, Господи, извините, друзья, мы вас же здесь не стоим. РХГА нет в еленике? Ну, сократом в комплекте может быть нет. Красивые символы, почти-то древние египетки. Как это закрыть? Ну, что это? Ну, ладно. Ну, у меня еще есть эти странички в PDF, но это нужно будет туда-сюда. Итак, слова с корнем скютаха. Например, форма глаголов скютхидзэйм, апо-скютхидзэйм и перискютхидзэйм в активном или медиальном залоге. Скифить или о-скифить, а-скифица. Либо даже с более резким качественным значением отделение чего-либо, да, апо-скютхидзэйм. От-скифить, да, приставка. То есть удалять, срезать, сдирать с головы человека волосы вместе с кожей. Ну, то есть волосы, да, вместе с кожей. Скальпировать, говоря нашим языком. Эти глаголы встречаются в пассивном залоге. Ну, понятно, так сказать, да? Не сам же ты с собой эту практику производишь. Встречаются в пассивном залоге. Быть оскюпленным кем-то. То есть быть обритым, лишенным волос, оскальпированным. Это специфическое содержание глаголов, имеющие конкретную этническую характеристику. Скютх, корень скютх. Сохранили и многие позднеантичные и средневековые лексиконы. Причерноморские колонисты, состоявшие в прямых контактах с соседями-кочевниками, или эллины средиземноморских митрополий, под впечатлением от рассказов о чудовищных норовых варварах, стали называть скифские скальпы греческим словом. Хайромактро. В древнегреческом языке... В древнегреческом языке было общеупотребительное слово, означавшее «полотенце», «утирание». Первая основа «хейр», из учебников, помню, «хейр хейроникты», «рукорубь», корень «хейр» буквально означает «рука». Хайромактро. Мактро – полотенце, «утирание». То есть что-то такое для утирания рук. Или по-русски ручник, да, или по-украински, да? После этого я говорю про ручник буквально. И это слово, значит, в двух основных значениях. Это платок, косынка, что-то вот такое для надевания на голову, опять же, похоже на ручник, как тюрба. Либо, собственно, ручник, полотенце для рук, утиральник. Оно было ходовым. Мы встречаем это слово в значении «ручник» у Геродота во второй книге, в египетском логосе, у Ксенофонда, у Аристафана, у более поздних авторов. Головной убор, платок, косынка и так далее встречаем в источниках, начиная с времен архаики, средней архаики. Сапфо, Алкей, комедиографы, Афиней и, значит, уже более поздние лексикографы, предостаточно таких примеров. В литературных памятниках архаического и классического периода слово «хайромактрон» обыкновенно употребляется без какого-либо экзотического и этнического оттенка. Но факт, что уже в середине V века до новой эры это словечко отражает и такое вот специфическое значение. Одним из следствий Великой Греческой колонизации стали тесные контакты между жителями материковой Греции и народом северо-восточной периферии Айкумена. Они открыли для западной цивилизации варварскую терро-инкогнито. Об этом свидетельствуют нарративные источники, эпиграфический материал и данные археологии. В середине V века в поговорку вошли и известные манеры скифов, на что указывают, например, выражения «оскифица», «скюдхидзэй» или «эпискюдхидзэй». В одном из значений «напиться на скифский лад». «Эпискюдхидзэй» — то есть «наскифица», да? «От скифица» — это когда начнут? «Оскифица». «Напиться на скифский лад», то есть пить вино большими мерами, неумеренно, недосыто, а вот незнамо мера, пить, самое страшное, неразбавленное вино, ужасающе. И вот все остальные примеры оставляю за бортом. У Геродота мы встречаем в шестой книге потрясающий пример о склонности спартанского царя, акцент делаю, спартанского, потому что я не знаю, серо-анкетский перегон, триомена первого, о склонности его к питью паскифским. Шестая книга, восемь и четвертая глава. Историк говорит, цитирую, «Научившись у скифов, пить неумеренно, царь лишился рассудка. И с тех пор спартанцы, когда хотят выпить хмельного вина, говорят, наливай по-скифски у Геродоты «эпискютхисо», то есть «аскифсе», а с Клеоменом явная байка. И Визехёфер, и русская исследовательница Печатного, петербургская история, полагает, те авторы, которые писали об этом, что это явная выдумка. И Браунд из других авторов. Но для нас важно, что само словечко зафиксировано и имеет вот такой этнический оттенок. Этот глагол, да? На скифсе. Исключительно скифской практикой греки, по-видимому, считали и скальпированным, как я уже сказал. Замечу особо. Глагол с этническим корнем «скиф» обозначал удаление волос с головы. Никакой иной варварский этнос здесь не имеется в виду. Ни свирепые фракийцы, традиционные, да? Свирепые, тоже кровожадные. Ни, понятное дело, изнеженные перцы, или перцы, или фрегийцы, ни ликийцы, ни эфиопы, ни корейцы и прочие, и прочие другие, так сказать, народы, с которыми греки были хорошо знакомы. Для указания на этот дикий варварский обычай в древнегреческом языке использовались формы глаголов «скюдхидзейн» и «апоскюдхидзейн» «сдирать с головы волосы по-скифски». Дважды встречаются эти формы, указывающие на жестокие скифские манеры, в сохранившемся корпусе сочинений антических трагиков. Вот мы уже чуть-чуть подходим к трагедии. А именно у Еврипида. В «Электре» героиня говорит «Кай крата, плёк амонт, эскюдхисменон, ксюро» «Я голову и волосы оскифила», то есть «ободрал», соскоблил, «на скифский лад». Это фраза из трагедии Еврипида «Электр», пьесы на сюжет ордовского языка. Ни о каких скифах, понятное дело, в драме речи не идет. В ней нет скифского духа. Но скорбь героини, которая находится в состоянии тяжелейшего потрясения после убийства своего отца, выражена этим словечком с этнической спецификой. В смысле? «Электра» настолько потрясена, что вне себя она не сдерживает горе, не вольна управлять собой. Волосы срываются, да? Это, к сожалению, никак не отражено в русском переводе, который мы имеем, в блестящий переводе Иннокентия Федоровича Анинского. «Электра» рассказывает о своем горе брату Арместу и в переводе Анинского «про волосы скажи, скосило их». Где здесь вот этот вот скифский оттеночек? А ведь, чтобы сделать акцент на том, что произошло с «Электрой», Еврипид специально выдумывает, использует вот этот вот глагол. И понятно, что его аудитории, слушателям, это тоже было понятно, что это не вымысел Еврипида, так сказать, не новое введение, а чтобы была реакция должна, необходимо. То есть мы предполагаем, что это должно было быть ясно и публике. И еще раз встречаем сходный глагол в трохине того же Еврипида. В знаменитом монологе «Гиткур» стих 10-26 «Крат апоскютхидзе» «Крат апоскютхисмен» здесь причастие «Волос по-скифски лишен» Здесь троянская царица супруга Приама и мать бедоносного Париса, привезшего на горе городу и роду в Трою и Елену Прекрасную, осуждает Спарта. Цитирую. «Хотела ты, чтобы варвар, то есть троянцы, тебя земным поклоном чтили, то есть варвары, чтобы тебя элены. Вот о чем была твоя забота. Разрядилась, тварь, ей надо бы униженно, в лохмотьях, ей с трепетом, с обритой головой» в переводе Анинского «Сюда идти бы надо, за грехи, прошедшие смирением платить, да с лихвою бесстыдство покупаю». Здесь у Анинского переведено «с обритой головой», «Но сколь ярче, резче, сочнее и выразительней» передано в оригинальном тексте. Еврипид использует причастие от глагола «апоспетхидзе». Перед нами такая как бы игра слов-образ. «Ты хотела, чтобы варвары, то есть троянцы, троянцы, дикари, дикари, тебя земным поклон, тебя, Спартан, значит, свободным, почти. Ты в нарядах, так будь, а ты должна быть сама со скифленной головой, да, так сказать, по-скифски, по-варварски здесь предстать. Оба эти примеры взяты из Еврипида, в высшей степени, как мне кажется, показатели. И главное, в обоих случаях интересующие нас выражения не имеют отношения к реальным, то есть этническим скифам. Ни Гекуба, ни Елена Аргосская, ни, так сказать, ни Электра Аргосская, ни Гекуба и Елена здесь втроем. Никакого отношения к скифским реальным. Но использованные грамматургом слова с корнем скиф в середине V века, уже прижившиеся в греческом языке, надо полагать, не только в литературу, на что я указал, поскольку классическая драма это постановки, рассчитанные на массового зрителя. И данные словечки отсылают нас к известному скифскому обычаю. Бесспорно, влияние историко-этнографических рассказов Геродота на афинскую историографию и культуру и на греческую литературу было значительно. Однако говорить об ориентомании Афини через их знакомство с трудом галикарнастского путешественника вряд ли провоим. Здесь я сошлюсь на мнение известного саратовского профессора Ленинградской школы, историка, переводчика Владимира Григорьевича Бруковича, который отмечал, что, цитирую, «увлечение восточной экзотикой и особенно восточными культами было явлением довольно распространенным профилом классической эпохи. Поэтому появление слов и реалий разного рода восточных диковин акватической драмы вполне объяснено». И вот еще одна диковинка, которая нас интересует. Скифские хайромактроны. Самые ранние источники, в которых слово «хайромактрон» встречается в связи с практикой скальпирования у скифов, это четвертая книга Геродота, знаменитый пассаж, и трагедия Сафокла и Намай. Единственная строка, которая является главным предметом нашего сегодняшнего разговора, я все еще подхожу, подхожу, ибо без этого введения было бы многое непонятно. Геродот рассказывает об этом военном обычае подробно, будто бы со знанием дела. Сафокл только намекает на него, но подразумевает, по-видимому, тот же самый обычай. Отец истории описывает ужасные военные обычаи скифов и останавливается на еще одной, наряду с сотнями других, экзотической диковинке, рассказывает подробно во всей полноте ее тошнотворных деталей. Цитирую. Четвертая книга, 64-я глава, первая и вторая парадок. Первая и вторая парадок. Военные обычаи скифов следующие. Когда скиф убивает первого врага, он пьет его кровь. Голову всех убитых им в бою скифский воин приносит царю, и только в принесшие голову врага получает свою долю добычи, а иначе нет. Кожу из головы сдирают следующим образом. На голове делают кругом надрез около ушей, затем хватают за волосы и вытряхивают голову из кожи. Потом кожу очищают от мяса бычьим ребром и мнутые руками. Художественно, последовательно. выделанный кожей скифский воин пользуется вот здесь впервые, как полотенцем для рук. Хайрон актера. Раз. Привязывает куздечки своего коня и гордо щеголяет ей. У кого больше всего таких кожаных полотенец, хайрон актера, гуральца, тот считается самым доблестным. Перевод Стартановского. Итак, Геродот показывает процедуру снятия скальпа с головы убитого, мездрения, тубления человеческой кожи, изготовления из нее хэроматом. Историк, разумеется, не видел вживую ни самого изготовления такого рода поделок, ни подвешенных конской сброи ручников из человеческих скальпов. Об этом, в смысле, на скифских лошадях, понятно, Об этом, как и о многих других скифских обычаях, первый европейский Эдногов рассказал с чужих слов по-видимому. Автор комментариев к четвертой книге «История Геродота» 2007 года Альдо Корчелло, потрясающий специалист, скифолог, и по Геродоту, замечает, возможно, Геродот записал впечатление свидетеля, который рассказывал, что видел кожу, в смысле, вот эти вот, так сказать, кожаные предметы. Российский скифолог Дмитрий Сергеевич Раевский в своей работе, ну, переизнанной в 2009 году, рассматривает этот скифский пассаж Геродота, Раевский, да, фигура, работа с самого начала 80-х годов, рассматривает его как восходящий к собственно скифской фольклорной традиции, то есть байка такая, которую предсказал Геродот. Этот рассказ Геродота об изготовлении скифами из скальпов своеобразных учеников считается первым, но так в мировой литературе письменным свидетельством о воинских трофеях такого рода. В 1996 году в авторитетном немецком журнале Клио была опубликована статья Питера Ридельбергера скальпирования у скифов. Насколько мне известно, это последняя фундаментальная исследование, в котором подробно анализируются все, так сказать, античные нарративные свидетельства, приводятся данные археологии об этом обычае. Автор однозначно, Питер Ридельбергер, однозначно считает, что знания о скальпировании Сафокл, наш главный герой, но чуть попозже мы его увидим, Сафокл, знания Сафокла зависели от этнографических рассказов и истории. Логика рассуждения Ридельбергера такова. Любая попытка датировать Сафокловского Эномая обречена на неудачу. Поэтому, если говорить о хронологии этих двух свидетельств, Геродот и Сафоклов, скорее всего, цитируем, скорее всего, здесь драматург заимствовал уэтнографа. Более того, Ридельбергер полагает, что информация отца истории является источником для всех постгеродотовских античных авторов. Имеющиеся античные и средневековые свидетельства, Ридельбергер приходит к выводу, цитирую, обычай скальпирования у скифов был впервые описан в скифском логосе Геродотов. Все дальнейшие свидетельства об этом обычае напрямую зависели от него. А также и глагол «скюдхидзо» со значением «сдирать волосы с головы» впервые был использован отцом истории в своем сочинении. Конец. То есть, не только, так сказать, обычай, он впервые пересказывает Геродотов, появившийся в Балканской Греции, ну, либо в 40, или в 45, в 40-е годы. Но и сам глагол, так сказать, он вводит и вот после него начинают его использовать. Да, «скюдхидзо», «апостовы хидзо», «глагол», «скюдхидзо». Сходное мнение можно встретить. Вот, значит, огромнейшая библиография о том, что Сафоков заимствовал Геродот. Борюсь, борюсь с этим. Но сходное мнение можно встретить в десятках работ филологов и историков, археологов и антропологов, специалистов по антиковидению и скифологии. В основе такого взгляда лежит убеждение, что многие сюжеты, реалии и термины этнографического характера были заимствованы Сафоклом из Геродотовой истории, в частности, из четвертой книги скифского области. В ряде своих публикаций я на эту тему я пытался оспорить некоторые параллельные места и высказал сомнение в том, что совпадение на лексическом, лексико-фразеологическом уровне или же совпадение реалий, источников может быть признано топосом заимствования. Тем паче прямой цитацией. Совпадение еще не свидетельствует о том, что один у другого заимствовал. Это нужно доказать. А обычно на основе этого и строят какие-то доказательства. Мнение о том, что будто бы своим знанием о варварских диковинах Сафокл был обязан отцу истории, я не считаю. Совершенно ясно, что греки были знакомы со скифами задолго до Геродота и помимо Геродота. Сведения об их удивительных обычаях афини не могли получить через купцов и путешественников, как было сказано в начале. Ведь они были постоянными гостями в Крепантийские земли. Таким образом, первое упоминание о скифских ручниках мы встречаем именно в трагедии Сафокла Эномали. И так, значит, несколько памятников я вам покажу. В прошлом году в течение месяца путешествовали с семьей по Греции и вот в Пелопонессе музей маленький городок на Авплён на побережье, маленький музей на Авплён потрясающий музей. Вот одно изображение, да, это декоративный щит, фрагменты щита, да, какой-то установленный, на котором мы видим сцену сражения. Здесь, значит, воин в шлеме с доспехами занёс меч над врагом и держит его за чуб. Какой? Сверюльник. Можем сказать, ну да, там, так сказать, этот на него в скорпьё набросился, там сражение идёт позади, так сказать, на втором плане. Можем сказать, что он собирается отрубить волну или снять с него волосы, так сказать, убить его вот таким вот, символично. Но и так или иначе примеры со срезанием голов и волос мы видим на этом щите из Теримфа 8-7 века. 8-7 века. Ранняя архаика. Другой пример. Это Таманский рельеф со сценой сражения. Вещь была найдена здесь, на Тамане, в 1985 году у посёлка Юбилейный. Справа, вот сцена, слева сцена сражения, считают, либо это скифы, так сказать, с пришлыми, либо это Амазона-Махия, то есть, такая мифологическая, опять же, скифы с Амазонками, да, бьются. Мнения разные, авторитеты рассуждают на эту тему, так сказать, и мнения авторитетов разнятся. Для нас решение этой проблемы не принципиально. Показательно, что здесь, вы посмотрите на этот фрагмент, это всё, что осталось от сцены сражения, от этого рельефа. Вот здесь, значит, голова внизу, вот фрагмент этого Таманского рельефа, отсечённый и упавший там, так сказать, рядом. Раз, два, двумя головами. Вот здесь, конечно, мне бы нужно было сделать такой, другой ход. как это сделать? Ещё пару картинок с другого места показать. Из статьи Глории Феррари «Миф и сюжет на афинских вазах» в классикл-антиквити 2003 года она приводит примеры антической иконографии начала V века. на V вазах. Ещё раз, значит, поздняя архаика и самая ранняя классика 490-480-е годы. И там, но только не в презентации, а на отдельном файле уже, так сказать, уже открытым образом. Как это сделать? Наверное, мы сделали, да? Подождите, там есть возможность с рабочим вам основа открыть несколько ровно. Да, я уже открыл. Такого, вот. А как вот это убрать? Вот так. А, отчетски. Все, спасибо. Вот, значит, в статье. Большая интересная статья, но я этот пример вот в одну статью свою у Марек Ольбельта не включил, потому что сомневаюсь, сомневаюсь, скальпирование ли здесь, скальпили здесь, но потрясающе, потрясающе сюжетится на вазе. Итак, начну вот с этого. Посмотрите, вот здесь она интерпретирует как Ахилл, Ахилл отодрамбор, голову отрезал, он гол и держит ее в руке. Вы посмотрите, да? Держит. А тело, вот оно полетело, так сказать, туда, за воюющим. А у него в руках остается голова. Это чернофигурная гидрия конец VI века, да? Чернофигурная гидрия из Лондона, британский музей, конец VI века. Но для нас потрясающей, да? Потрясающей такой находкой явилась, вот у Феррари я это нашел в 2003 году, но сам это не использовал. Она, толкует вот это изображение, датируется изображение 490-ми годами, ну, самая ранняя классика, да? Лет за 50 до появления, больше, чем Геродота в Афинах, так? Который принес, значит, сведения о скальпировании и так далее. Здесь у парня на черепице, На строконе, вот на фрагменте отеческой краснофигурного килика шлем, а на шлеме волосы. И дальше, ссылаясь на авторитетов, на Лиссарак, Франсуа Лиссарака, Франсуа Артога, Бордмана, значит, еще одного, еще одного, значит, английского исследователя, Феррари полагает, что, так сказать, здесь мы имеем скальп на шлеме вот этого явно греческого парня, каприда. Я сомневаюсь, что это скальп, хотя, всякого, четверо с ней, с пятой, с итальянкой, искринством, убеждены в этом. Но мне кажется, что не всякий сног сено, так сказать, на голове, на шлеме греческого габрида мы можем интерпретировать как смысл, да, смысл. Сомневаюсь, но не отказываюсь. Об этом нужно подумать. Мне будет интересно как раз ваше мнение, вот как это проговорить и как вот это в частности интерпретировать. Но Феррари толкует на четырех страницах что это явно от эскетки дзейн, что здесь отскипленные волосы, которые надеты воином, воин, скорее всего, Ахилл. Ни сюжет непонятен, Ну, в общем, ладно, ладно. Примеры такого рода в иконографии можно было бы, но можете множество. Большинство из них спорные. Интерпретировать, как сказал, можно по-разному. Но мы работаем со словом. В статье о Сафокле и скипском логосе Геродута я высказал предположение, что у Кайромактона скальпы впервые упоминается не в истории Геродута, а в стихии сафокловского иномая. Оттолкнулся тогда от гипотезы Колдера о ранней датировке этой пьесы. Были приведены дополнительные аргументы, мои собственные, свидетельствующие в пользу того, что она была создана, скорее всего, в первый период творчества Сафокла с, так сказать, большей вероятностью четыреста шестидесятые годы, когда молодой драматург начинал только свою театральную карьеру. Мнение это, так сказать, ну, скажем так, было исключительно. Потом меня поддержал мой оппонент Игорь Евгеньевич Суриков. Не знаю, кому-то аудитория это имя, возможно, известно, но по большому счету, да, мы живем в эпоху антиковеда Сурикова, автора там более двадцати пяти книг, кто только Сурикова, в том числе и Борис Васильевич и Суриков поддерживает один из немногих, да, действительно, согласен, хотя статья резко критическая, по-моему, публикация проходится, а потом поддержал еще один поляк, Томаш Поланский, который сказал, что я тоже вот так вот предполагал, но вот не было аргументации и поддержал, так что скорее всего, четыреста шестидесятых, на чем я делаю акцент, лет за двадцать до появления Геродот, да, эта драма с Афоколом была написана, та самая к интерпретации, к стихах, из которой мы и обращаемся. Десять минут, да, пять. Вот это, вот к самому, к самому, даже, когда. А на второй серии так называют. Минут. Следовательство Сапокла и Геродота в экстравагантном Хэромактроне впервые сопоставил автор второго-третьего века веков новой эры Афинэй. Рассуждая о омовении и вытирании рук, о словах греческого языка, обозначающих салфетки, полотенца, ручники, платки и так далее, он рассуждает о слове Хэромактрон и дальше произносит. И дальше произносит. Афинэй, девятая книга, конец девятой книги, 410b. Софоклес ойну мау, скетхистих и Ромактрон и Кикарменос. Дальше. Кай, Геродото энд Деутера. Софокл в Эномае по-скифски научник острижен и Геродот во второй смысле книги. Этот стих Софоклес порождает немало вопросов. Что за полотенца Хэромактра имеется в виду? О ком субъекте и объекте действия идет здесь речь? Какой скифский обычай подразумевает драматург? Для чего он упоминал в пьесе на сюжет мифа об Эномае и Пилопе столь далеких от скифской тематики? Как понимать значение причастия Кикарменос и так далее? Истолковать данную фразу действительно непросто. И задача переводчика заключается как раз в том, чтобы передать ее значение предельно точно, сделав содержание, насколько возможно, более ясным. И вот перед нами русский перевод 10-го года, 3 года назад, Галенкевича, второй том Афинерия, который право вызывает недумение. Русский переводчик здесь переводит так «Софокол в аномалии» «По-скифски полотенце обкарна». Ясно, что данное толкование не отвечает ни грамматическим требованиям, ни историческим реалиям, ни здравой логике. В строке Софокола причастия кикарменос мужского рода. Ну, те, кто собрали дня. Извините. Я их сейчас. Ладно. Здесь мы его не увидим, к сожалению. Причастие кикарменос мужского рода. А существительное, к которому оно относится, хайроматрон, то хайроматрон, среднего рода, да, то есть «обкарнавший полотенце». Так сказать, «обстриженный полотенце паскифский». «Обстриженный полотенце паскифский». Галентеевич переводит «паскифский полотенце обкарна». Галентеевич понимает, как прямое дополнение, да? Переводчик истолковывает фразу таким образом, что можно заключить, будто в пьесе Сафокла речь шла о каких-то урезанных утиральниках. Кто-то поступал как скиф, поскольку, так сказать, обрезал, укорачивал полотенце. Ну, какой же смысл этой строки? Кто из героев Сафокла и для чего обстригал полотенце? Такая фраза может поставить в тупик читателя, разумеется, русского читателя, который знаком с Афинем в переводе Галентеевича. Возможно, здесь ошибка переводчика или недосмотр тех, кто выверял текст. по скифски полотенце обкорнат, то есть нагло. Доверчивому читателю становится понятно, что в обычаях скифу было обстригать какие-то ручники, делая кого-то лысым. Перевод этого стиха Галентеевича и его же примечания иконного перевода кажутся абсурдным. Мы, конечно, можем предположить, что это произносят симпосиасты Афинеи, так сказать, под воздействием дионисийской влаги, которые уже, так сказать, эпискютхису, поддавшим. Ну и это нас не спрашивает. А как же быть с Сапоглом? И вот, рассмотрев первый сюжет с лысыми скифами, масса примеров. Масса памятников, на которых скифы выступают длинноволосыми, значит, с углазистыми волосами, с растрепанными волосами, разных возрастов, разный памятник показывать, знаменитые христианативы, разных возрастов, разных полов и мужчины, и жены. Но никогда мы не встретим лысых или даже стриженных скифов. Волосы всегда выбиваются из-под их скифов, так называемых скифоидных колпаков. Они обычно доходят до чуть ниже плеч, или даже до пояса, еще раз говорю, уложенные или раскрепанные, но это всегда длинноволосые скифы. А если мы вспомним, так сказать, еще и нарратив, то лонгэкома, который мы встречаем в лавиде, это традиционное описание как раз скифы. Рассмотрев далее 16 переводов этой фразы на европейские языки в старых и новых переводах с 18 века до 2011 года, я их сейчас уже называть не буду, я пришел к выводу, что действительно есть очень такие точные попадания, стихотворные, одни авторы стремятся к стихотворным попаданиям, другие к фразаическому пересказу. В Ольганг-Виллеге в Тусклевском издании фрагментов Сапога говорит обстриженный, употребляя в кавычках. А Уолсон или Ллойд Джонс в английских переводах просто передают аскальпировав, то есть знакомым, чтобы сделать удобным для читателя. Потрясающий перевод и пиетический тоже у Фадея Францевича Зелинского в издании, которому ровно сто лет, 14-го года Сабашниковскому издании, перевод такой. перевод Зелинского по-скивски волосы содрав у них наутираль. Потрясающе. Потрясающе. Итак, в данной фразе причастие мужского рода Эккерменус не согласовано с существительным средним родом. Полагаю, что последнее слово здесь можно рассматривать как Аккузативус и Распективус, то есть состояние, выраженное перфектным причастием, относится к логическому подлежащему. А Эккерменус форма Партигипиум перфекти пассиви, здесь скорее пассивный, чем лидеральный залог, глагола Эккерменус. И следует передать как Остриженный, лишенный волос. Таким образом перевод я бы предложил следующий. Ну, собственно, я его уже цитирую Афиней и назвал пассивски на полотенце Остриженный. Толковать так помогает нам еще и фрагмент из Гезихия. У Гезихия мы встречаем сразу дам перевод. С голов захваченных врагов скифы сдирали кожу вместе с волосами и использовали ее как ручнику. Это вот визитивский момент. Интересно, что у Геродота встречается скифистинь, вот это вот наречие пассивский, на скифский лак, на скифский манер, несколько раз. Павел называет лексикон Павела дает три раза. Трижды. Но всякий раз это касается именно языка, пассивский, в смысле речи скифской. А здесь мы у Сококла встречаем применительных к какому-то обычаю. И вот ставлю центральный вопрос. Последние две минуты вашего внимания займу и поставлю точку. Зачем в драме, в которой нет никакого скифского духа, употребляется вот это вот сравнение скифистинь, хайромактрон, аппекарменус, да, по-скифски хайромактрон, на хайромактрон, остриженный. Кому это может относиться? Кто здесь из варваров присутствует? Не буду напоминать сюжет этой... Ну, как мне напоминать? Значит, приходит сын Танталы Пилу к Эномаю, который, согласно одному из источников Пиндова, двенадцать умертвил женихов своей дочери. Там разные версии. То ли он сам был в нее влюблен, то ли ему было предсказано, когда она выйдет замуж, так сказать, он потеряет царство и жизнь свою. И вот с каждым он предлагал состязаться на колесницах. И кони его подаренные Арысом были самые быстролюбные. И когда пришел пилот из далекой Малой Азии, то есть он здесь явно, так сказать, варвар, да, льдеец-пилот, до него то ли двенадцать, то ли тринадцать, то ли согласно Павсанию восемнадцать женихов уже были обезглавлены Эномая. Эпилоп, победить его, так сказать, в равных было нельзя, он подговаривает слугу Мертила и побеждает Эномай. И вот вероятно, практика, да, и Эномай, мы встречаем это у Пиндера, Гегина, Павсания, Аполлодора и в десятке других источников, мифографов и так далее, именно обезглавливал своих врагов. И только у Софокова встречаем в этой в отношении кого-то из героев с Кютхисти по-скифски на Хайромактрон острижили. Вероятно, Софоков впервые, так сказать, апгрейдил вот этот миф, заменив скифские, заменив головы, как Трофеи Эномай, на скифские скамеры. Таким образом, упоминая в Эномайе скифской экзотики акцентировала свирепость главного героя трагедии, чересчур взорвавшегося в своих игрищах. Сравнение с Кютхисти по-скифским выглядит этическим осуждением необузданности поведения царя Писа, поскольку практика суда, который он вершил над побежденными в состязании женихами дочери, была тождественна практике расправы с противниками у диких скифов. Этой характеристикой Софоков показывает, что Эномай ведет себя недостойно грека, поступки которые он совершает, обречает в нем варвара сущего скифа. И если изложенные здесь в течение часа мои соображения верны, то упоминание Софоковом экстравагантного скифского обучая, уже в последнюю минуту, о котором мы говорили, отнюдь не выглядит абсурдным и, говоря так сказать, притянутым заводом. не казалось оно, судя по всему, таковым и современникам афинского трагедра, которые, несомненно, слышали о скифах и скальпировании именно как о скифском феномене. Это подтверждает тезис, который я высказал в начале доклада, о том, что в первой половине V века до новой эры в греческой культуре уже сложился ксеномиф, в котором байки о скифах занимали определенное место. Спасибо за внимание. Замечательный доклад, спасибо большое. Сюжет, мы с вами очень помним, там, вонкина колесница, по итогам которых почему-то у кого-то отрывалась голова. Вот я закончу, извините. посмотрите, это же хрестоматийная вещь. Храм, это восточный фронтон храма Зевса в Олимпии. Я лично видел вживую этот фронтон, который изображает как раз Зевса и вот с одной стороны Яномая, с другой Пилон. Кто из них с какой стороны до сих пор исследователи спорят. Но это вот подготовка к состязаниям на крестнице. Потрясающе, хрестоматийное изображение. Вопрос такой скорее не с точки зрения истории текстов, а с точки зрения истории религиоведческой сказал, даже религиоведческой, общекультурной. Смотрите, отрубание головы и снятие скальпа. Насколько они могут заменять друг друга, подменять, так сказать, друг друга, то и другое. Можем ли мы говорить, что действительно отрубание головы и снятие скальпа исполняли, условно говоря, в той же скифской культуре, условной какой-то, кочевничей, евразийской культуре, одинаковые функции. Но прекрасно знаем массу примеров того, что отрубленная голова могла использоваться самым разным образом. В каких-нибудь полинезийских историях отрубленными головами увешивали эти самы, маори, городища свои, чтобы пугать врагов. Символическая роль отрубленной головы наказания восставшего повстанца Перси, Леониду отрубили голову при фермопилах, насколько я помню, выдрузили на кол, вопреки всем восхищению ее мужеством к сергсам. Иными словами, в вашем докладе постоянно отрублена голова скальп, фактически знак тоже равенства между ними ставился. Можем ли мы этот знак равенства, что означает знак равенства, насколько он доказательный. Сразу отвечаем, да? Ну да, я вспоминаю вот такой сюжет. Сделаю маленькое выступление. В фильме украинском 1972 года «Пропавшая грамота» по гогольскому сюжету казак Василь посылается к батькой и тут он говорит «Свези грамоту, а не свезешь, не сносить тебе головы и чубаря». И потрясающий сюжет в финале этого фильма, когда Василь догоняет одного из своих супостатов, такого атомана, и он заносит над ним шашку, хватает за волосы, заносит шашку, но не голову срубает, а отрубает ему чубарь. «Казак, говоришь ты!» устыженный и так далее. Очень часто взаимозаменяли, то есть вещи тождественные. Однако, если говорить, допустим, о Маоре или других, смотря в каких культурах, обычно антропологи полагают так. Первое. Увозить голову было, так сказать, хлопотнее, возить с собой, да? Поэтому вот эти ордена в качестве подвесок, конечно, использовали как можно больше, у кого больше таких хайромактронов, тот более престижен, тот получает больше вина, лучшее место на запиршественном столу. То есть, опять же, взаимозаменяемых скидок. Специалисты-антропологи также говорят, что здесь все, как бы, значило, опять же, в силе волос. Вот, мускифов, я делаю акцент на то, что это было связано с обрядом воинской инициации. Ну, сам Ярлоп, он говорит, да? Юноша, убивший врага, выгравший кровь, так сказать, привесший голову, и вот теперь носит он в уздечке вот этот, так сказать, знак отличия, все, он муж, он статусный воин. Те парни еще, это пацаны. Но кроме этого еще и как бы такой магический, вопрос о магической силе волос. У Геродота мы этого не находим, но специалисты еще раз говорю, в том числе отношения с Кипом. Раевский, Артамонов, другие авторы, значит, западные, Франсуа Артол, говорят о том, что здесь как бы важна магическая сила волос. То есть еще, вещи как бы взаимозаменяемые, но все-таки это связано с волосами. Смотря какие культуки. И еще одна вещь. В отношении Исидонов Геродот пишет следующее. Отрубали головы, делали из них, значит, высушивали, вычищали, делали из них чаши, обивали позолоты и так далее. Но это, это была традиция, обычай, но это в отношении родственников, да? То есть не врагов противника, а тех, кто наиболее близки. То есть, и вот я, а как же это, потрясающая фраза. Советский поэт, за это фраза бичевая. Я пью вино из черепа отца. Сам стих не очень, ну вот, так сказать, два-четыре-растиши, вот это вот, именно из почтения, из уважения к родственникам хранили вот эти вот черепа чаши. Здесь уже другой, так сказать, скифы Исидоны, хотя тоже одного поля, но уже другая специфика, другая специфика использования черепов отношения к головам. Про скифов такого источники не сообщают. взаимозаменяемые вещи. Ну, я слышал про это. Спасибо. У нас специалист с искорендеецом. Лидий Хармель. Есть у вас специалисты, еще вопросы? Здравствуйте. У меня вопросов не то. Если честно, как бы, больше, больше, я бы мог добавить к тому, что он говорил, коллега, по поводу, во-первых, использования скальпов у самих индейцев, во-вторых, конечно, в неких других культурах. Допустим, вот совершенно случайно недавно столкнулся с одной статьей, вернее, две статьи, но похожие. У нас в Западной Сибири, я из Тюмени, вот у народа Манси недавно, вот уже в 2000-х годах, во время раскупок было обнаружено такое явление, что... отрубание козли? У меня знакомы все эти статьи, конечно. Вот как бы, вот просто вот этот момент, что как бы, я, ну, раньше, допустим, этого не знал, какие-то такие вещи. Ну, а по поводу взаимозаменяемости голов и скальпов, я думаю, это на самом деле в разных культурах бытовало по-разному. Безуслуг. Да. Потому что у тех же Манси, то есть вообще обычай было отрубание голов, да, но когда был пленник, смысла не было отрубать голову, зачем? Он же мог работать, да, быть рабом, поэтому отрубали только козы. Ну, символ, как бы, убивания врага. Точно так же. И в этом смысле, тогда, вот с эскальпированием, мы не можем проводить параллели, вот те авторы, которых я читал, про отрезание, про начисломальный коз, они как бы проводят параллели с индейцами. Да, с североамериканскими индейцами. Но на самом деле это обычай был древнеевразийский, да, и то есть, как бы, отсюда, вероятно, был сделан шаг туда, возможно, да, мы можем так предположить, я этим не занимаюсь. То есть, это не то, чтобы, так сказать, похожие вещи, но, возможно, и заимствуем. Возможно, и заимствуем, через Аляску, да? Разновременно. Разновременно? В таком случае. Может быть, они существовали на территории Евразии с древней, пока не есть традиция. Конечно. Почему 20 тысяч лет назад это было как-то такое? Я, как бы, совсем чуть-чуть этой темы касался, когда писал работу, но я мог заметить, что данная традиция существует у народов как раз до цивилизационного периода. То есть, в основном, греки почему так удивленно об этом писали? Вовсе не потому, что у них самих этого не было, просто они не застали. Вот, допустим, вот вы когда рассказывали про некоторые моменты, фотографии показывали, я тут вспомнил довольно известный сюжет из Древнего Египта, когда фараон держит поверженных врагов за чуб тоже. Вот, не помню точно, все за сюжет, но такой еще, значит, со школьной скамьи остался, как бы, и часто он воспроизводится. То есть, можно туда вот отсылочку дать, да? То есть, египтяне это тоже обычай знали. Там не понятно, то ли отрубает, то ли разморжить голову собирается. Но в том, что он держит его за волосы, да, как бы, вот этот сам момент. То есть, мы же тоже, вы показывали момент, когда замахивается мячом, то есть, мы тоже не знаем, что он хочет сделать. То есть, как бы, в данном случае. Но вот можно вспомнить, поэтому древние греки удивлялись, римляне тоже этому удивлялись, того, что видели у тех же кельтов, да, обычай отрубания голов и при ввязывании их к седлам, да, лошадей, как бы, но просто они сами это не заставили в своей культуре. Возможно, у них это было раньше? Возможно, допуская, что вот раз, будешь, проходят разные стадии развития, и все, так сказать, проходят одни и те, только в разное время, да? У нас нет материала для того, чтобы говорить, что у греков это тоже было. Просто не имеем материала. Ну вот, по поводу индейцев интересный момент. То есть, мы знаем обычай отрубания голов у мисоамериканских индейцев, стеков, майя, да? У самих североамериканских индейцев мы встречаемся уже с обычным скопированием. Однако, есть отдельное свидетельство, ну как они, то есть, как гипотезы, да? И как отдельные какие-то всплески, то есть, их даже, вот, ну, когда я об этом писал, у меня просто не было задачи это вычленять из общей литературы, да? Вот, у тех же апачей и гаманчей, То есть, у них были и обычаи скопирования, и у них же были обычаи отрезания голов. но ситуация возникала вот в каком моменте, ну как бы, можно так сказать, отрубали голову, когда не было времени. Вот нужно было убить врага и ускакать. Скарпы снимали, когда было на это время. Ну, то есть, опять же, как бы взаимозаменемые вещи, да, взаимозаменемые, то, что из чего я начал, из-за удобства, да? Ну, собственно, так интерпретируют многие. Из-за волос, из-за магической силы, силы волос, и с обрядом инициации связывают, но из-за удобства все-таки, наверное, скальпы носили, там, и так далее. Голосы и кусок кожи, потому что было волосы, безусловно, не просто нападает, не сострижены, а остались. Еще одна деталь, вот я тоже думал, как бы, будет в качестве вопроса, то, что описывает геробод, значит, я, значит, показывал врачам, как это, как это вот может быть, да, надрезок, надрезок лошадей на себе не показывают, значит, надрезок лошадей, а потом вытряхивание, и вот, значит, остается скальп в руках, который будет подвешен к уздечке, и ты еще руки от него вытираешь. Значит, первое, так сказать, возражение. Таким образом, будет оторван кусок, за который дергается, а волосы не слетят с головой, понимаете, да? Будет оторван кусок, клочок. Таким образом. то есть целого хайромактрона, рукаватиральника, не получится. Раз. Второе. Рукаватиральник, вот здесь я с Питером Редульбергером согласен, он говорит, рукаватиральник, вот этот рушник, хайромактрон, конечно, он был декоративен, руки о него, скифы, не вытирали, ибо, значит, использование его в качестве, сухая кожа с волосами, то есть сальными волосами, То есть, потом, там, сезон, и она неудобная, неудобная, не в практическом смысле, так сказать, не в плане хранения, да? Явная байка о том, что это были хайромактроны, в смысле, рукаватиральные. Интересно. Исходя из этого, Ринкбергер предполагает, что, скорее всего, эти штучки были, хайромактрон, вообще, так сказать, такими покрывашками для коней. Покрывашками для коней примерно вот такого вот характера. Вот, посмотрите, это из книги, потрясающей книги, Рената Ролли, которая называется «Скифы». И вот здесь разные убранства лошадей, прорисовки. Вот, посмотрите, вот эти вот войлочные штучки, да? Или или вот из пузырька. Здесь лошадиные волосы. Но имитируют они, так мы можем предположить, имитируют они как раз вот такого рода штуки. Харромактрон. То есть, это было не для практикерских целей, а для, как это сказать, еще раз, акцентирую, знаки отличия. Знаки отличия. Такая для джигитовки, насечка на литок. Примерно да. Можно еще дополнительные вопросы, скажем, звездочки смотрят. Да. Чуть-чуть расширить. А только ли скальпы и головы использовались как вот, во-первых, приобретение инициации, потому что возникает вопрос о внутренних органах сердца, печени, ухе, простите, уши, глаз, несомненно, пальцы, ну, может быть, даже пенисы, простите. Вот, что об этом сказано? Пенисы, наверное, не хранятся. Я не знаю. Не, не хранятся, но для каких-то иных функций, не обязательно только для хранения, потому что можно сказать, что печень поедается, два-нажды не хранится. А здесь что-то иное могу. Попение заменяет не специально. Знака остальных. Пошла разъединенка. Но в ряде статей, с которыми сталкивался, это же маргинальный вообще вопрос, Меня интересовала одна Страшава Сафокова, которая парадоксальным образом, при чем здесь и на мое, при чем здесь скифы, и так далее. Но нужно было сделать вот такую страшилку, такое ведение страшилки. Но обращаясь к этой теме, просмотрел массу литературы, в частности раскопки на Украине Артамоновский Бурган, кто уж там копал, из наших кто-то, две его книжки есть в Инке, он пишет о Артамоновский, ГКГ. он пишет и приводит фотоснимки челюстей через тем не помню верхней нижней неважно просверлены и вот в качестве брелоков нижней конечно да 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 а вот в качестве брелоков челюсти и людские иметь и и медвежьи вот он пишет 1 далее мы встречаем в нарративе и в иконографии начнут то есть вторая птики там все прочее материалы о значит головах волосах дальше я проводил правая рука вместе с пальцами и ногтями кожа блестит значит она хранит хранит и так далее и удобно даже в качестве колчан это в нарративе присутствует то есть начиная от геродота самый ранний из источников до историка этнографических вплоть до этого валерий палыч у них там этих текстов до 4 и далее еще ушки бегу до уши мы встречаем в наррате но не уши не пеницы не и сердце гандали них нет понятно что не сохранится так но можно попробую что могли конечно быть не знаю но значит челюсти черепа череда части предметы предмета значит конечностей пальцы в качестве просвергнуты даже даже зубы да вот пишет значит автор и кожа кожа с правой руки интересный сюжет по перервы в одиннадцатом году статья медникова упоминавшиеся мной диссертации другие авторы сюжет на нашей территории было захоронение двадцати восьми оскальпированных то есть сначала оскальпированных а затем убитых в эпоху пузыры так скажем так то ли это в общем последние три века до новой эры да поскольку там сейчас все сдвинулось групповое захоронение к каким образом почему может быть отряд который накрыли и значит добыли скальпы добили и в братскую могилу их сыпали точно сложно везде установить кожа не сохраняется но вот вот такие примеры точно не знаю вопрос мы даже не совсем про скифов и даже не совсем на скальпе вот это я сидел и слушал этот доклад и вспомнил такой обычный даже тоже широко распространенном среди воинского сословия на определенные прически ну вот те же казацкие чубы или по моему что-то подобное было у кшатриев индейских если памятник не врет вот и у индейских племен да и по крайней мере ирокес вот эта прическа она взята от индейца вместе с именем вот можно ли сказать что обычай подобного рода причесок он имеет какое-то отношение к обычаю скальпирования вот еще раз комментаторы геродота масса масса и штайн карчелло хауэй вэлс 12 года и многие многие-многие джонс и многие другие русские авто вот я уже называл да там раевский где они указывают на то что волосы это символиков магии да магическое хранили закапывали носили все прочее забирали то как же фамилию этого у этого парня ладно не важно и вот в статье шестьдесят первого года клейн ныне здравствующий или самый луч клейн интерпретирует три парня для него авторитет в том числе по моему не и руденко пазы русских пурганов не так сказать не 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 объяснил захоронение костяк до захоронения труба который была скальпирована лишенный волос с кожи а потом там же его волок волосы в том племени притащили и смогу и приделали так называется статья у в оклеина черепа покрытые смолой там оттуда-то с такого-то значит захоронения то есть лишенный волос фактически он тот парень американец нормально жил в конце 90 сфотографировался прошлого позапрошлого века и так далее для представителей традиционных архаических культур то есть это лишь так сказать никому не пола да и собрать и добыли можно так предположить до интерпретировать специалисты добыли вернули вернули на место логическая сила волос безусловно конечно последний наркали в белье есть еще желающие прошел к даже два вопроса в славянском памятнике о графе драконе есть момент, когда послы снимают перед ними шляпку а он калачивает шапки гвоздиками и мог ли быть это по-вашему неверно проинтерпретированное снятие скальпика вот и второй вопрос ну и до недавнего времени и в россии было не позволить бы неприлично ходить из головного упора независимо от независимо от статуса гривенников ну вот и вы смотрите на скальп как на снятие головы если посмотреть на это как на что-то невозможное снять без особого бреда телу то напрашивается такой вопрос дальнейшая судьба оскифленных встречалась ли вспоминание об этом в текстах? что? дальнейшая судьба оскифленных? да скальпируем да как они жили потом в древности? в древности? да нет конечно в древности ну вообще в любых текстах дальнейшая судьба оскифленных так сказать их головы вывешивались на кол или там как полагает пирсон комментатор сапокла на архитраве дворца выставлял он так сказать на показ вот так сказать герой аномаль да вот он кичится тем что женихи которые женихи дочери которые которых он победил и тем самым вот они дальнейшая судьба в живых они не оставались а? в случае если снимались только волосы а голова оставалась и фактически не продолжал функционировать в античной традиции вообще в древних источниках этого нет и вообще я сомневаюсь что вероятно вероятно не скажу а по поводу шляпы и дракулы вполне да такая символическая замена безусловно это вот как те муляжи башков там да вот этих вот лиц голов на щите пример кельтскую щита который приводил или вот такого рода значит муляжи на уздечке коня да который или из майкопской культуры то есть конечно такая символическая замена заместитель да спасибо спасибо коллеги пару минут замечательный доклад в общем то я знаю очень довольны с друзья коллеги и конечно мне было страшно интересно послушать для меня масса нового но я прокомментирую тут один момент когда по поводу датировки вот этой самой деревянной узды из пазырских курганов которые кстати есть и нового этажа здесь изображены как считает телевизорщики и что замечательный тиркола что здесь изображены головы бунну ну сюнну европейских сюнну что касается нашего тоже другой коллеги шарова то он имел не совсем другое он имел не эти вещи первыми до нашей веры а знаменитое вот это сибирское золото добытое бухгарщиками еще в 18 веке которое долгое время считалось тем же Руденко но это замечательные вещи там с инкрустациями из полгода цена камней и золото и все долгое время считалось что это хименинское время 6-4 века до Анаширы сейчас конечно так уже говорить нельзя это и последние века до Анаширы и 1 века Анаширы здесь же датировка пурганов с этой уздой не позднее 3 века до Анаширы вообще-то считается что вся пазырских культура это 5-3 века до Анаширы и заканчивается так вот здесь первое изображение гунов, дело в том что носители пазырских культура которые в общем-то предполагают, извините, юэльжи, которые потом основали там Пушанское царство и так далее вот носители пазырских культура на Алтае были эти юэльжи, которые воевали с гунами мы это знаем по писемным источникам по-китайски и он Сергей Игорь считает, это не мои сутки людей, просто я его немножечко хочу прокомментировать Ирина Ильич Киристорин считает что здесь изображение гунов почему оно было? Дело в том, что сохранилась могила Хой Цугин это был заметный такой полководец, с временем Эльбетора Уди конец второго века до Анаширы и вот сохранилась его могила, на которой он сидит как бы конная статуя венчает эту могилу и вот лежат поверженные гуны с луками, он их там топчет и вот как раз, если сравнить изображение вот этих вот голов на пузыринской узде и изображение вот, скажем, голов вот этих вот гунов на могиле Хой Цугина, то они очень близки, то есть кинографически то есть, скорее всего, это один и тот же этнический тип но вот эта вот деревянная узда, это не позднее третьего века до нашей вот эта реплика, да? Шаров, кто здесь говорил, это же тоже к теме относится мне казалось, что скифы, волосатые тики, обязательно косматые скифы, косматые скифы, бородатые скифы и вдруг мы смотрим на пузыринских вот этих вот воинов, помните, да, Мальков? красивые такие, горцуют на лошадях джигиты усатые, кротко стриженные авгазцы, черноволосые, как кавказцы и мне казалось, ну, не вписывается в мою концепцию, так сказать, о длинноволосах и все прочее все собрал по этой теме, вот, может быть, у тебя любое вот, вот, все собрал, все эти картинки, все нарративные источники, все-все-все-все-все не подходит, Шаров говорит и он говорил не только об этих золотых вещах, но и по поводу вот этих вот покрышек и парней на коврах, которые горцуют вот эти вот что это относится к первому, до первому новой, понимаешь? так, да мы вообще передатируем по Завицкому? по Завицкому? только не надо, я уже надо в одном отдельном взятом пункте можно закончить? да, я же могу коллеги, спасибо большое спасибо всем спасибо аплодисменты друзья мои одну минутку, можно окончить? друзья мои, я благодарю вас за внимание в течение часа мне очень приятно, что здесь было много студентов, которые просто были приглашены всей группой, вот вы откликнулись спасибо большое организаторам и вот о чем думаю, если уж действительно человек воюющий, то есть еще одна тема, я напрашиваюсь где-нибудь на весну про поросида, который, ну может быть один из самых воюющих из воюющих людей спасибо спасибо